Привет, самые вдохновлённые люди этой планеты, меня зовут Ксюша Малако, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим о том, чем отличаются скандинавские девушки в стиле. Я уже два года живу в Дании, и заметила, что в Дании есть определённый такой, знаете, clean girl style. Вот, и я могу легко определить, если это человек из Скандинавии, когда я путешествую, я просто уже вижу по стилю, я легко могу отличить украинцев, русских, американцев, просто по стилю. Поэтому сегодня я поделюсь с вами своими наблюдениями, и 10 пунктов, как отличить скандинавскую девушку по толпе, или как быть похожей на скандинавскую девушку, этими я с вами поделюсь. Это цвета, скандинавские цвета, они чаще всего белые, бежевые, серые, бежевые, это натуральные цвета, которые мы можем видеть в природе, и очень редко вы увидите, например, скандинавскую девушку в малиновом. Я не знаю, почему так совпало, что я села делать видео про скандинавский стиль в малиновом свитере. Я об этом не думала, честно. Это натуральные цвета, которые вы можете видеть в природе, и, знаете, такое сочетание двух-трёх цветов, которые между собой очень классно комбинируются, там, бежевый, серый, с белым, с чёрным и так далее. То есть это цветовая палитра из пяти цветов. Второй пункт, о котором я хочу с вами поговорить, это такой скандинавский блонд. Он называется, это цвет белый без желтизны, и это такой, это часто мелирование. Я знаю, в ТикТоке была скандинавская чёлка, да, это был такой тренд, когда прокрашивали передние пряди. Вот у них очень часто как раз от лица эти пряди светлее, вот, поэтому очень часто они собирают волосы в крабик, они очень ухоженные, эти волосы, и мне кажется, что они вкладывают не столько в прически, а сколько в уход, потому что у всех реально очень, у многих, да, я ещё живу в Копенгагене, это столица, поэтому здесь очень много современных классных ухоженных девушек. И у них, да, очень ухоженные волосы, очень красиво подстрижены, нет никаких, знаете, там, специальных, там, причесок и так далее, но очень часто волосы убирают. Этим пунктом я назову сочетание классического олдмани стиля и с элементами чего-то такого современного. Например, они могут купить и носить какое-то бежевое пальто от Барбери, и носить его с бежевыми нью-белансами, и добавить туда ещё и кепку. Поэтому это такой микс современного стиля и пальто. Мне это очень нравится, мне кажется, что это добавляет какой-то, знаете, такой modern vibe, такой современного стиля. Это очень прикольно выглядит, на мой взгляд. Чем... Если девушка одевает пуховик, кепку и кроссовки, это выглядит спортивно, а вот если это кроссовки, кепка или классические сапоги, классическое пальто и кепка, это выглядит уже очень, ну, необычно. Мне нравится. Я часто понимаю по кепке именно, что это девушка из Скандинавии. У 90% скандинавских девушек украшения золотые кольца, золотистые кольца. Так совпало, что у меня тоже теперь так. Но они любят много-много проколотых дырок, и в них украшения либо с жемчугом, либо кольца. Могут быть кольца как более-таки толстые, могут быть объёмные как 3D, но никто не носит просто длинные серёжки, например, или там какие-нибудь, не знаю, индийские, ну, не знаю, гвоздики тоже особо никто не носит. Все ходят с золотыми колечками. И очень мало людей, которые ходят с серебром. Все ходят с золотистым. И если вы заходите в магазин, например, мультибрендовый магазин с украшениями, там всё будет разные типы золота. Очень редко кто ходит с какими-то камнями и так далее. Чаще это просто золотые вот такой клингиолосерикс опять. Давайте смотреть это видео, потому что в конце я приготовила для вас два неочевидных факта. Они очень забавные, и да, я просто предлагаю вам смотреть дальше, а ещё лучше подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Поговорили про украшения, и теперь мы поговорим про моду на винтаж. Если в, ну, например, в Украине считалось не очень крутым одеваться в секондах, и хотя многие одевались и находили классные вещи, здесь это прямо отдельная культура. Здесь есть отдельные улицы с десейлом, очень есть отдельные магазины, где можно, ну, например, у меня есть много лишней одежды, которую я не хочу одевать больше, и есть магазины, где я могу снять стенд и выложить все свои вещи по той цене, которую я хочу. И туда будут приходить другие люди и покупать. И это всё интернет-система, которая мне показывает, там, что, сколько стоит, я могу удалённо менять стоимость на этом всём. Поэтому это целая индустрия, которая помогает ограничиться, ну, не создавать перепотребление. Вот, поэтому люди, ну, все примерно одного уровня дохода, да, есть немножко богаче, есть немножко беднее, но тем не менее примерно одинаковый уровень. И люди легко отдают друг другу, там, легко кто-то может кому-то подарить телевизор, или там ещё что-то, и вот такие места с ресейлами. Я думаю, что я даже вставлю сейчас видео, таких центров очень много, начиная с мебели, заканчивая одеждой, украшениями. Есть отдельные магазины с брендовыми вещами, которые тоже на ресейле, потому что здесь никто ничего не выкидывает, потому что это неправильно. Это убивает нашу планету. Поэтому винтаж, он очень популярен, и есть магазины, как KiloSale, тоже, где навес, как в других городах Европы. Но есть именно датские магазинчики винтажные, и есть отдельные ярмарки, куда просто может приехать любой, выставить на столе всё, что он хочет продать, и там обычно по низким ценам, там, по 2-3 евро, да, по 10, там, 20 крон датских. Всё можно купить, там могут быть и чашки, и лампы, и люстры, и всё что угодно, и антикварное что-то, поэтому, да, здесь любят ресейл, и, да, мне кажется, что это очень круто, я вот очень поддерживаю это. Вы никогда не увидите датчанку на каблуках. Если вы видите девушку на каблуках, которая идёт по улице, это, скорее всего, иностранка. Но и это вообще бывает очень редко. Максимум вот в пятницу или в пору корпоративов они могут на велосипеде ехать, там, в платье и на каблуках. И каблуки могут быть очень высокие, но они спокойно в дождь, в снег на этих каблуках будут ехать себе на свой новогодний корпоратив или на вечеринку какую-нибудь. Поэтому здесь не зазорно ездить на метро или на автобусе, поэтому вы легко можете увидеть человека, который там в автобусе едет с вечеринки и так далее. Но чаще всего они как раз на велосипедах передвигаются. И на каблуках, на велосипеде для меня это было очень странно поначалу, когда я это видела. Особенно вот весной, когда начинает теплеть. Но если вы идёте в ресторан, там никого не будет на каблуках. Если вы идёте в клуб, тоже никого не будет на каблуках. То есть это либо какое-то, там, не знаю, галерея. И, ну, мне кажется, что 5% девушек в пятницу надевают каблуки. Сравнивая, например, с Одессой, где я жила, там очень много девушек на каблуках, и это определённый стандарт. А здесь они говорят, ну, это же неудобно, зачем я так буду делать? И мужчины принимают это. Сажа пункт. Сейчас мы поговорим с вами про маникюр и про макияж. Чаще всего маникюр... 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 Девушки не делают маникюр, гель-лак. Они просто ходят с аккуратной формой и подстригают ногти под корень. Поэтому иметь длинные ногти, покрашенные, там, лаком, это, ну, необычно. Потому что здесь это стоит 80 евро. Поэтому люди, как бы, ну, не понимают, зачем тратить такие деньги и занимаются своими ногтями самостоятельно. Я купила лампу и делаю ногти сама, потому что мне нравится. Я привыкла к этому. Но, опять, у меня были в Украине очень длинные. Ногти такие, знаете, как балерина шейп. Ну, такие, как продолговатые, я так показываю. Вот. Но, тем не менее, здесь я тоже сделала их короче. Но мне все-таки нравится, когда они такие слегка розовые. Вот такие ногти. Поэтому, что касается макияжа, здесь они... Ну, здесь, мне кажется, есть две крайности. Есть те, кто кому нравится... Опять я скажу это. Clean Girl Aesthetics. То есть это будет легкий-легкий... Они ухаживают за кожей и делают там легкие румяна и лесницы. Это максимум макияжа, который они могут сделать. Но, тем не менее, есть такие, как фрики, которые будут делать там неоновый макияж, приклеивать какие-нибудь стразики, жемчужинки и так далее. Поэтому можно идти по улице, особенно в районе Нур-Эбро, и видеть кого-то там с черными губами. Здесь будут мужчины, которые красятся. Поэтому можно увидеть все, что угодно. Но стандартно, да, по статистике, девушки эти в основном не красятся. Так, мы с вами переходим уже к последним двум пунктам, которые, на мой взгляд, самые классные и самые необычные. И один из них — это дочанки очень часто ходят с двумя сумками. То есть одна сумочка у них будет такая, не знаю, маленькая, типа Clutch или типа Chanel Bag на цепочке. То есть она будет маленькая, утонченная, но потом она едет, например, с этой сумкой забирать ребенка из школы или еще что-то, и у нее будет отдельный шоппер. Или она что-то купила по пути, и будет отдельный тканевый шоппер. Из интересного здесь почти нету магазинов, которые в пластиковые пакеты что-то упаковывают. Здесь чаще всего есть там дорогие пакеты, сделанные из тканей, и люди покупают их один раз, и потом просто приходят со своими тканевыми пакетами. У меня тоже есть несколько шопперов, и выходя из дома, то есть маленькая сумочка, но если ты что-то купил, зашел в супермаркет или, не знаю, одежду какую-то купил, у тебя всегда спрашивают, вам нужен пакет или нет, и нормально отказаться от пакета и убрать все в свой шоппер. Поэтому мне тоже кажется, что это про сохранение планеты, и мне эта позиция очень близка. Поэтому если вы видите девушку с двумя сумками, а не с пакетом или еще с чем-то, то это скорее всего дочанка, ну или просто девушка из Скандинавии. И чаще всего у этих девушек еще много разных шопперов, они могут быть стильные, и бренды типа Гани тоже выпускают шопперы, и у меня, например, есть отдельно голубой, есть отдельно бежевый, есть отдельно коричневый, у меня их штук пять, чтобы комбинировать их в зависимости от того, что я надену. Последнее, это именно локальный копенгагенский тренд, и я думаю, что вы видели тиктоки на эту тему летом 2023 года, и это тренд на спальные хлопковые штаны. И летом очень многие подростки ходят в спальных штанах, знаете, такие белые, иногда в полоску, там голубые, белые, натуральных цветов, и сверху худи, и кроссовки New Balance, крабик, и какая-то там маленькая сумочка или сумка шоппер. How to dress like a Copenhagen girlie, a tutorial. Step one, you're gonna wear a pair of slouchy jeans or pajama pants, no shame in wearing your pajamas publicly in Copenhagen. Next step is to wear a classic top. This could be a tank, a t-shirt, or a button-up shirt. Copenhagen girlies love to layer, so don't be shy adding layers to your outfit. This could be a sweater or a skirt over your pants. Step four, your shoe choice is either a pair of dad sneakers, chunky boots, or ballet flats. Step five, you'll either need a trench coat or distressed leather jacket. Lastly, add accessories that don't match the vibe of the outfit, and don't forget to pair your thrifted designer bag with a cotton bag. Это типичный стиль скандинавский. Сейчас большинство тех девушек, которые ходили в хлопковых штанах, они переоделись в серые такие спортивные штаны. Это тоже очень популярно, особенно среди гимназистов. Это старшая школа, типа high school, да, те, кто перед университетом. И вот они часто ходят в таких серых штанах удобных или в серых худи, и мне кажется, что тоже очень легко понять, что если человек в серых штанах, то, скорее всего, ну и по возрасту сразу понятно, что там где-то лет 17, вот. И они прямо ходят большими компаниями, где все одеты одинаково. И это тоже такой интересный момент. Я очень рада, что вы были со мной на этом видео. Все. Мы с вами поговорили про 10 признаков скандинавских девушек. У меня есть идея ходить по улицам и снимать, кто как выглядит, задавать вопросы, во что ты одет и так далее. Если вам близок такой формат, и вы бы хотели увидеть его на моем канале, ставьте лайки и пишите в комментариях, что да, давай, Ксюш, мы хотим видеть, во что одеты люди на улицах Копенгагена. И если вы еще не подписаны, подпишитесь на меня, чтобы ничего не пропустить. И спасибо. До встречи.